прикрой атакую друзья гоняем таврус пипистрель нашего коллегу здравствуйте глупо уважаемые любители лед тыкви до спорта ну и похоже в планах у нас полет вместе с ним какое-то время потому что уникальные условия кромка у нас сегодня 3 400 у нас уже есть это облака еще метров сто мы с аэродрома взлетели недавно даже поснимали этот пипистрель как он с нами наблюдают летал фотографии его поделали чуть-чуть его час опять мы встретились на пик дебюре я думаю что это судьба то есть если он куда-то летит то возможно нам хорошо лететь вместе потому что два пипистреля это сила пилот хороший летает грамотно мой талантливый ученик не верил что может его слить 400 метров за две минуты но слил на самом деле володя хорошо летает на параплане тоже но всего лишь третий день полетов поэтому ведь и даже он меня обогнал потому что я сейчас снимаю отвлекаюсь но на самом деле немножко уступаю чтобы были поближе вы видели красивую картинку не просто как обычно у нас там не знала что а облака эти пестрели сейчас попробую чуть-чуть увеличение включу вот так даже наверное на двоечку интереснее на мочке трястись будет сильно будет куда-куда полетел не улетают нас я надеюсь каким и на экран спойдет эти вспышки из облаков пошли под нами облака формируется то есть насколько интересная сегодня погода высота 3 700 я здесь только когда волновая погода когда волна стоит набирал ну там выше мы 5 5 800 здесь набираем но чтобы вот так вот мой так красиво между облаков ну просто праздник какой-то так выходит пепестрель из потока мы тоже выходим из потока закрыл их перестроить на минус 5 триммер переставить на минус сейчас пройдем ведь рядышком с пепестрелем на фоне облака его поснимаем вам вот он красавчик ведь так я даже молчу потому что не знаю что делать он неужели залетит в облако не высококультурный пепестрель сейчас мы начнем сближаться ведь главное чтобы сфокусировалась правильно давай на сближение родной давай ведь он идет под облаком соответственно дельфином это мы идем сбоку от облака соответственно немножко ему о такие кадры я отворачиваю наш план сейчас переместиться вперед куда-то там впереди у нас кран заповедник так примерно таким курсом пойдем возьми ручку на петербурге я взял ручку сейчас я уменьшаю скорость мы попробуем его выпустить вперед просто лечу медленно не хочет он нас обвинять змей эффективно хвостей все вы его где-то видите возьми ручку пожалуйста сохраняя скорость 100 сейчас мы его вам покажем на хвосте висит лучше бы мы парой шли а высота 5 метров разницы ладно забрал ручку ну-ка володя расскажи как тебе летается нравится погода бомба и контент огонь так ну что я пока не знаю куда мы будем пересекать вот эту долину то ли прямо пойдем то ли налево налево через перевал было бы наверно красивее но попробуем повернуть пойдете с нами наш коллега не знаю в принципе более правильный маршрут летит змей летит на хвосте друзья отлично идем парой принято решение пересекать долину на гренобль дорога идет справа город гад чтобы могли сориентироваться впереди заповедник экранс мы будем пересекать перепрыгивать на край заповедника и потом через перевал выскочим на ту сторону потом придем вот туда к ледникам с обратной стороны покажем вам большой ледник дальше видно будет куда мы сможем слетать конечно хочется еще вот на тот большой ледник слетать но там видно пока заполнения блоками нет с большой долей веры если можно слетать будет на монте визу но там уже видите переразвитие как бы не был бы бабахова летим два пипестреля вместе я обещал не снимать видео пока не смонтирую старое но вот не выдержала душа поэта плюс молоде лично кричит поснимаем не поздно вот снимаю я его сегодня что спасибо будешь хорошо летать буду снимать не будешь хорошо летать не буду снимать погода уникально высокая то есть можно сказать день пипестрели сегодня может это видео назвать день пипестрели когда пипестрель не имеет относительно других планиров никаких недостатков то есть его недостаток низкое аэродинамическое качество относительно ну типа 40 нормальные планировать и потом 50 если в трубочке сих плохо ведет за трещину дать рассказать как ты ручку держишь ну кстати заметьте держит правильно ручку вчера три дня с ним бился видел даже знаете что руку вот так вот разминал это первый признак того что ручку сжимает и сок из него выжимает но сегодня ведь это же расслабленно сидит балдеет получать удовольствие успеваешь получать хорошо но то мы приходим вот облака вот . то есть переход простой будет более что-то интересное покажу озеро сирпансов осталось право в этот переход на вот эту зону мы делаем не так часто именно в такую хорошую погоду потому что это позволяет нам быстро перепрыгнуть зону сильной погоды обойти и сходить на ледники ну что альтернативный вариант вот туда прыжок соответственно тогда долго вот так по дуге выходишь в эту же точку то есть это лишние полчаса а мы сегодня не так чтобы спешим на спать и хотим слетать интересно продолжаем наш полет вы уже на территории заповедника но идем тысячи метров над рельефом я конечно хочу на эту вершину но не могу потому что вот это все уже в экран поэтому я выбираю вершину которая легальная на дне висят облака скорее всего придется поработать динамике немножко но зато все абсолютно безопасно можно было бы использовать вот этот кребет на днем нет облаков и как по опыту ничего там хорошего нету сейчас по кратчайшего пути на вот эту вершинку или дальше будет видно на выберемся хорошо вы выйдем вот на эту линию на парку рояль может быть если высоко а может пойдем дальше вот так посмотрим красивое озеро с бабочками может я вам картинку ставлю на это плата расположена здесь очень просто выбраться по вот этой долине дует ветер и ударяет вот в эту скалу здесь отличный склон рабочий то есть всегда когда вот мы летаем я стараюсь сюда прийти альтернативный вариант вот на этот гребень тоже хорошо работает но сейчас хочется мне красоты и приключений плюс ставим второй планер сейчас по скалам по ерзать то же самое то плюс моему ученику нравится по скалам ерзать ты идите кстати что тут внизу куча красивых дорог уже тоже погуляет походить посмотреть каждый раз я вот здесь пролетают думаю как же славно сюда прилететь и поэтому все это лазить вот об озеро бабочка спрашивали да вот вот сюда тропы идут снизу как туда добраться я не знаю но мне кажется но того стоит по заповедникам здесь можно ходить и даже палатку ночью ставить но с девяти вечера до восьми утра не позже так проверяем как у нас все готово лет к подходу к склону закрылок перемещаю на ноль и беру ручку потому что ученику пока на третий день обучения ходить по таким скалам можно но после того как инструктор проверить что сейчас важно важно при движении с рельефом обеспечить себя скоростью то есть мы это начинает трясти подходим проверяем ветер ветер в жопу соответственно но в попу по идее здесь должен быть чуть ли не динамик и делаю первый проход на скорости 130 потому что я еще не знаю как тут будет рельеф работать там может болтануть кинуть свернуть то есть некоторые спрашивают а может ли вас кинуть на скалу страшно может но мы же готовы к этому сейчас главное держать скорость тогда ни одно воздействие которое может прийти в планер не оправданет планер не перевернет и не кинет на скалу то есть самое опасное это если правое крыло побахнет сильный восходящий поток и в этом случае мы имеем риск довернуть на склон очень редко до склон работает на проходе мы взяли 30 метров я не успел заметить сколько же у нас было высоты и час 2 670 и делаем проход и пистели вошел в ту дверь пошел в ту дверь соответственно я это место не знаю поэтому сразу повернул в нужную сторону но ничего сейчас догонит лапочка наша все я убедился что неплохо все все работает вот этот гребень точка разворота я тут набирал наверное раз 50 карьеру лет но оп вот дальше по опыту идти не стоит выполняю разворот ведь вот про что я говорил под правое крыло побахнуло сильно причем и планер резко увеличил крен и я кстати попал мощный низкотняк то есть я все что нам набрал вот сейчас 2660 то есть я всю высоту извиняюсь за выражение промыкнул и мы на уровне этого пепестрили то есть я слишком далеко зашел в ту сторону несмотря на то что я 50 раз так делал но на 51 ошибся а пепестрили нас уже уделал я говорил ему что он менее опытный менее умный нападешь ты посмотри как красавчик догнал нас ну мы понимаем что работает лучше вот эта зона соответственно в ту сторону ходить далеко не будем и продолжаем карабканье вверх 2680 то есть 10 метров я конечно выиграл но как-то конечно это ни о чем значит что я могу сделать сейчас это чуть больше сконцентрироваться на при сближении с рельефом соответственно нужно завязывать видеосъемками потому что это будет лишнее вот концентрироваться больше на наборе но может быть сейчас его сконцентрироваться на наборе просто держу камеру уже даже не смотрю что она снимает виды могут быть не очень в этом случае но зато ведь развороте конечно сливают меня жутко так высота растет 2690 немного мы выбрали но выбрали наша цель выбраться выше вершины и тогда там мощный поток который мы сможем крутить просто уже спиралью пипестрель там удачно нашел какой-то по-моему даже по радиусу начинает крутить смотрите как это красиво выглядит сейчас я к нему подстроить а вот эта красота если это термический поток его можно брать по кругу это большая удача была бы но не уверен я в этом закручивать по скалу вот сейчас как я надеюсь он не закрутит по скалу потому что место между скалой и пипец какой смелый пипестрель друзья, ну я же не могу быть менее смелым вот это я вообще в шоке закрутил все-таки чертяка опасная вообще эта игра закручивать на склон потому что оно конечно действенно то есть мы стоим в наборе и собственно высоту набираем если будем ерзать около склона прыгать, бегать, будет хуже но в целом, конечно, когда твоя морда вот так вот смотрит скалу скажу я вам эти самые перекусывает сфинктер, лом ой да чертов пипестрель обманул нас как-то он лучше нас летает представляете, я тут еще выжился что я это место хорошо знаю за рулем явно профессионал как-то лучше он где-то протянул протащил все, я такой позор снимать не могу, друзья, пока выключаюсь я сменил, друзья, тактику я догнал уже пипестрель если он был выше меня а тактика моя заключается в том, чтобы прийти на рельеф то есть явно он боится летать по рельефу а я не боюсь этого вот, и если летать очень близко от скал то есть вы спрашиваете, а почему вы так как дураки близко летаете а потому что близко есть энергия видите, как нас вытягивает 5 метров в секунду и сейчас нужно максимально приблизиться и энергично так фир, дык, шмяк, бряк и развернуться и смотрим, кто кого друзья, кто кого где пипестрель о, мы его сделали мы уже выше но сейчас, вы видите, делаем разворот и на развороте нас оттянуло от склона соответственно, попали в минус и мы уже ниже вот такие у нас тут полетушки, покатушки ну, по крайней мере, мы на одной сейчас высоте и я вам снимаю уникальные кадры как два пипестреля используя японский трюбок разную тактику рубятся у склона моя тактика все-таки использования динамика у него чистый термический вариант ну, как это как говорил мой инструктор или пополам или дребезги не могу у нас приличный канал дети смотрят поэтому я не могу эту поговорку сказать как оно есть но начинается слово что пополам на букву П а второе что дребезги на букву П вот примерно такой нецензурный вариант зато, видите, как помогает мне все, выше вершины и это уже легко дальше еще один проход и мы сможем над вершиной закрутить так, пипестрель ну, видите, тактика разная результат близок то есть мы чуть-чуть-чуть-чуть выше мы совершенно несущественные то минуса то плюса видите, были выше скалы слили, насколько сильно сейчас оп он у нас уже блин вот так, конечно, сходиться это, конечно, опасно так мне делать нельзя ну, в смысле, не нужно но я на скорости его обгоняю и пробую развернуться надо все-таки выбраться и закрутить спирали в этом случае все будет намного легче ну, друзья вот видите настоящее боевое рубилово тогда вот на соревнованиях так тоже бывает ну, дело он нас все опять очередной позор но здесь вот во многом дело из-за того, что я более труслив может быть и, честно говоря, не хочу не то, что я ему выступаю как-то а вот ну, как бы надо быть высококультурным я пытаюсь показать, что я высококультурнее я его не пугаю вот сейчас мы с ним придется под ним пройти вот он сверху змеет я доворачиваю опять на склон и повторяем трюк с вершиной на сближении сейчас сейчас должно поднять и нам надо буквально 50 метров над вершиной чтобы закрутить то есть энергия вот сейчас с обеих сторон склона стекает мы видим и оттуда и оттуда и вот сейчас просто планету скорость должна потому что без скорости я боюсь ну вот оно ядро и у меня из него выкидывает все, вылетел из него вот сбоку поток есть я в него просто тупо не помещаюсь вот хоть ты тресни ну, смотрите я уже выше вершины и по идее вот сейчас если я закручу вправо я могу остаться в потоке пробую вот она вершина вокруг нее оп будет здесь поток или может быть большой низходняк здесь оп нет, есть поток все вот чего мы хотели и сейчас вы наблюдаете в принципе один из недостатков пепестреля потому что были бы мы на какой-нибудь аркусе-шмаркусе или на ши-32 мы бы конечно просто тупо выше этой вершины пришли бы после перехода и закрутили бы без всяких проблем а так пришлось пободаться побороться с другой стороны за то какой уникальный контент надеюсь что вам интересно а до облака еще далеко видите сколько там сейчас набирать ну дальше будет скучно чтобы не воровать ваше время ничего нового сейчас не будет я буду просто потихонечку по кругу летать набирать высоту жалко конечно что мы расстались тупострелем ну что он к нам придет еще это победа друзья вот он тупострель под нами все-таки мы выбрали более правильный путь а он куда-то слетал просел и сейчас будет нас догонять вот ему еще надо выше вершины выкрутить чтобы попасть в наш поток ему тяжело но ничего зато продолжается приключение два тупостреля вместе штурмует альпы ну что догнал он нас почти ну на самом деле я особо не упираюсь в наборе жду его потому что хочется поснимать контент красивый когда мы вместе а не порознь а сейчас вам панораму местности вот озеро бабочка помните я говорил что будет оно видно вот оно появилось я даже вам покажу вот оно озеро бабочка красивое ой кипистрель на фоне озеро бабочек выходит на наш уровень вот он красавчик сейчас пройдет совсем рядом они там тоже вдвоем летят одиночная загрузка кипистреля или полная нет полная вот система предупреждения столкновений вводит красота кадры конечно волшебные совершенно надо фоточку сделать опять вместе идем идем сейчас на паркур рояль собственно висит хорошая облака где мы наберем хорошо и по паркур роялю выйдем на самый большой летник парой должны быть уникальные кадры конечно по паркур роялю полезка будет очень красивой я вот даже завидую Володе что ему так повезло Володя ты себя завидуешь? сам себе завидуешь ну друзья представляете если вы так вот себя вести будете хорошо слушать маму с папой кушать кашу и так далее и в жизни вести себя прилично глядишь и вам такое счастье улыбнется пройти по заповеднику и транс так куда наш коллега делся потерял я его к намерись летит наш более длиннокрылый коллега и вот мы выходим на паркур рояль ну конечно мы довольно таки относительно низко и вот эта скала хорошо что мы можем пройти от нее слева по южной стороне вот опять проклятие пепестреля то что качество динамического я же привыкаю летать по ощущениям что я тут король можно сказать летаю как хочу а вот мне казалось я набрал достаточно а видите на пределе то есть мы вышли еле-еле прошли над этим рельефом по идее сейчас нужно закрутить вокруг посмотрю получится или нет но это буквально на пределе сейчас может как долбануть в ротари нас и эти мало не покажется ну долбануло чуть-чуть ну и в общем-то не так чтобы сильно мы тут набираем будем что-то пробовать делать ох пока выключаюсь и 700 друзья мы набрали вот она вершинка с которой мы бодались очень тяжело здесь было я вам скажу честно до 10 метров были забросы раком ставила боком хрюкала но сейчас высота позволяет съемку вести потому что до этого повторю что ну вот меня давно так не штормило и мы можем выйти по линии паркур-рояля и дальше двигаться будут придерживать облака будут хорошо нет уйдем направо как говорится до летних сходим с другой стороны по крайней мере вы сейчас можете наблюдать уникальные кадры как можно летать там где ну грубо ли летать обычно нельзя летничок к которому мы часто летаем вот один там на троге избушка куда я пешком ходил с Максом когда ему было три года и с женой мы ночевали вот сейчас хорошо видны все впереди на встречном курсе ланер он немножко ниже на 30 метров вот он смотрите он летает видите как плохо его видно система предупреждения столкновений конечно великая штука позволяет летать безопасно ну и у меня еще четыре глаза у меня мои два глаза и ученик верный и толковый он вообще способен самолета парапланы разглядеть в горах вот он летел над Альпами и говорит что видел как парапланы выпаривают может конечно врет или нет чистая правда точно видел вот поэтому он сказал что он видит глаза орла и что он делает за километры поэтому я можно сказать не боюсь летать по вот этому парку роялю ну и на самом деле трафик на парку рояле не очень большой все таки ответ достаточно техничный пролет не все планилисты отваживаются на такой поступок ну вы видите планилисты которые отваживаются с правой стороны видите уже переразвитие иногда начинается в сторону Италии оно более яркое и более явное так наша цель летних вот он за вот этой горушкой ну блин туда еще пересить надо возможно нам придется с парку рояля сейчас сваливать видите сам хребет не работает вроде как должны быть потоки а потоков нету и посмотрим какой уровень турбулентности набирать я туда влево не могу у нас линия мы должны над хребтом идти плюс-минус 300 метров то есть собственно здесь как бы тропа такая натоптана вот этими выделенная нам линия что если уж погода бомба чтобы планилисты могли красиво летать по этой системе особо не заморачиваясь вот мы пытаемся летать особо не заморачиваясь оп проскочили теперь если что мы вот туда уходим в это ущелье довольно быстро набирается тысяча метров над рельефом просто нырк и дальше с этой тропы можем сойти но нам мне бы хотелось конечно вот туда и перевалить прямо на тело ледника не факт что это удастся если вот этот хребет нас будет придерживать но ветер вроде как в попу поэтому когда по хребту пойдем хребет нас тоже держит но нюанс в том что повторю что от оси хребта мы должны быть плюс-минус 300 метров если мы будем относительно низко то ничего у нас не получится поэтому я пробую можете посмотреть какие уже тут тоже ледники кулуары насколько же здесь красиво то есть здесь кусочек нужно пролететь просто чтобы вам показать насколько все-таки это феноменально и возможно я все-таки не смогу то есть вот я попробую конечно интересный ледник вот там находится на нем даже сейчас сноупартисты катаются то есть там прям горнолыжка такая мощная ну а здесь видите заповедник ничего нет избушки есть приюты и альпинисты которые красиво гуляют гуляем вот тут и получают от этого удовольствие так что с ветром ветер в левый борт то есть в принципе с ветром все в порядке то есть по идее нас должно здесь придерживать но пока не придерживает 3500 и я скорее всего буду сейчас разворачиваться вот до этого угла долетаю смотрю работает склон или нет если он меня будет подымать то я вдоль этого склона пойду сейчас делаю скорость побольше чтобы было менее страшно да нас придерживает вопрос насколько хорошо будет придерживать можно восьмеркой конечно вдоль этого склона поработать набрать высоту ну наверное это будет правильным решением ой пробую внизу подкидать до вины прям да вряд ли у меня что-то получится друзья я слил на развороте больше чем набрал падишь ты как никакая вот не труха искал очень страшная то есть у меня как говорится я говорил чтобы сфинктер делает на данный момент времени он конечно работает на все сто процентов даже рука дрожит чуть-чуть так 275 метров какой-то планер так друзья ну скорее всего я сейчас выключить потому что не могу я и снимается одновременно и так сказать работать ничего нового не увидите увидите как я по этим скалам карабкаюсь потихонечку благо да я смогу выбраться но в режиме с отсутствием съемки видео потому что очень уж страшно мне о смотрите еще один орел пришел к нам и с нами выпаривает у нас 4000 нам нужен кислород уже много 4 кратковременно скажем так ничего страшного нам очень не взевает как ты себя чувствуешь спать спать хочется это признаки кислородного голодания смотри тебе нужно сейчас думать о том сколько дважды 2 и так далее чтобы так сказать контролировать меня и себя вот я тебе могу сказать чему равен интеграл от синус x dx от 0 до бесконечности хочешь скажу единицы это очень просто так ну что с интегралами покончили давайте посмотрим что там у нас друзьям над на вершине потому что там может сидеть вот ним он ведь я уже заговариваются может могут сидеть альпинисты давайте посмотрим закрылок в ноль быстро минус 5 еще бы на 5 отлично молодец автоматически перестановка закрылка сейчас мы на их трубочку вот это вот вот они идут и вот здесь у них видите посетить место тропа смейкой вьется вот она ведется змейкой людей я не вижу людей не видно не дошли еще летят по этому леднику вот друзья редкие кадры которые можно сделать вот так тут красиво эти прям тропа набитая пробитая вот и ледник